Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно обрезать и сформировать крыжовник. Не секрет, что крыжовник, одна из древнейших ягодных культур нашей средней полосы, по праву занимает ведущее место в садах. Благодаря своему вкусу, красивым, нарядным ягодам, отличным продуктам переработки, она стается любимейшим ягодным растением. Для того, чтобы иметь ежегодно хороший урожай крепких, крупных, здоровых ягод, за крыжовником необходимо ухаживать. Не только защищать от болезней и вредителей, но и грамотно обрезать. Дело в том, что загущенные кусты очень сильно поражаются мучнистой росой, антракнозом и септериозом листьев, потому что в них, к сожалению, нет достаточной вентиляции, проветриваемости, и из-за этого создаются самые благоприятные условия для болезней. Второй важный момент. В загущенных кустах слишком много веток, слишком много завязей, и растение элементарно не может их все вытянуть, выкормить до нужного размера. Обрезка, она как будто нормирует количество урожая, немножко его ограничивает, но это идет только на пользу тем ягодам, которые у нас есть. Ну и наконец, ажурные, прозрачные, хорошо обрезанные кусты прекрасно подходят для уборки. Не мешают лишние ветки убирать, не царапают вас, не хватают за руки. То есть это и забота о вашем удобстве при работе с ней. Обрезать крыжовник можно уже после того, как у них осыпались листья, и кусты готовятся уйти в зиму. То есть они остановили рост, и повторные волны роста уже быть не может в принципе. Начиная с конца осени и до начала распускания почек. Дело в том, что крыжовник довольно рано начинает вегетацию, поэтому к обрезке следует приступать как можно раньше, не дожидаясь того момента весной, когда почки распустятся. Ведь таким образом мы можем эти почечки просто обломать. Какой основной принцип обрезки крыжовника? Во-первых, мы должны удалить все больные и сухие ветки. Второй момент, мы должны удалить все старые поломанные ветки, которые уже исчерпали свой потенциал, у которых прирост небольшой, незначительный, и урожая не дают мало. И следующий момент, это удаление всех слабых, недоразвитых веточек. Маленьких, молоденьких, неважно или старых. Если они плохо развиваются, они находятся в центре куста, они все равно не смогут нормально вырасти. Мы ставим всего 5-7 веток молодых, в зависимости, конечно, от размера куста, которые в дальнейшем станут заменой старым удаленным. Итак, при обрезке очень важно соблюдать правила техники безопасности. Используем хорошие плотные перчатки, потому что крыжовник будет защищаться. Многие садоводы-любители спрашивают, почему нет крыжовника, который был бы без колючек? Такой крыжовник есть. Но, к сожалению, оказалось, что у крыжовника признак околюченности и признак качества ягод очень тесно сцеплен. То есть, наследуются совместно. И разделить эти признаки при выведении нового сорта очень-очень сложно. Так вот, вывели бесшипные крыжовники. Совершенно бесшипные. Но они оказались совершенно безвкусными. И спросом у садоводов-любителей не пользуются. Поэтому приходится немножко смиряться с наличием колючек и запасаться хорошей спецодеждой. Итак, мы приступаем к обрезке нашего крыжовника. Перед тем, как начать резать, внимательно смотрим на свой куст. И запоминаем, что форму он должен иметь симметричную, равномерно развитая крона во все стороны. При вырезке обращаем внимание на побеги. Чтобы не вырезать ненароком молодые растущие побеги, следует помнить, что они имеют светло-серую окраску. Такому побегу 2-3 годика. Этот побег вступает в активное плодоношение. И его потенциал реализуется еще в течение нескольких лет. Более старые побеги имеют окраску ярко-коричневую или темно-бордовую, в зависимости от сорта. И, наконец, побеги, которые уже закончили свой рост и развитие, имеют темно-темно-коричневую окраску, почти черную. У них идет уже процесс отмирания, усыхания. Видите, вот этот побег усох, к сожалению. Его пришлось срезать. И, наконец, здесь, к счастью, такого нет. На самых старых запущенных кустах можно видеть еще и лишайники. Конечно, такие ветви, густо покрытые лишайниками, у крыжовника лучше удалить сразу. Итак, мы посмотрели на наш куст, определились, какие ветви в первую очередь удаляем, и приступаем к работе. Ветви вырезаем пониже к уровню почвы. Дело в том, что оставленные большие пеньки становятся часто местом для размножения вредителей и болезней. Они засыхают, по ним легко болезни проникают в корневой системе и могут вызвать поражение молодых растущих побегов. Сейчас мы вырежем несколько старых веток, которые отплодоносили и загущают у нас крону. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь есть молодая веточка, вот она светло-серая. И сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть веток, довольно уже старых, которые растут в одном направлении и создают излишнюю загущенность. Наша задача удалить одну из них для того, чтобы здесь стало более просторно оставшимся веткам. Помогаем себе секатор, немножко так, чтобы распутать веточки. Удаляем ветки также, которые трутся друг с другом, перекрещиваются. Видите, вот здесь вот они терлись. Вот мы, я убрала ветку, которая мешала. И получили здесь такие потертости. К сожалению, это тоже не очень хорошо. Сейчас немножко уберем все засохшие пенечки. И мы должны здесь решить, вот, наверное, эту ветку придется убрать тоже. Здесь, видите, идут одновременно три ветки. Мы оставим вот эту, вот эту. И в качестве возобновления роста такой вот смены, вот эту веточку. Здесь мы убираем все поломанные побеги. Одновременно вырезаем все оставшиеся пенечки, чтобы два раза не лазить. Все ветки, которые идут вниз и ложатся на землю, они все равно находятся в очень невыгодном положении внизу кроны. И не могут нормально здесь плодоносить. То есть вот такая вот веточка слаборазвитая, которая фактически ложится на землю, удаляется. Иногда растение даже само их заглушивает, и они усыхают. Потому что понимают, что ей не имеет смысла, вот видите, сухенькая, ей не имеет смысла держать эти ветки. Обратите внимание, большое количество молодых, светло-серых побегов. Столько их в этом месте расти не должно. Мы выбираем самые сильные, хорошо развитые, здоровые побеги. Вот обратите внимание на этот прекрасно растущий. Вот. Остальные слабенькие удаляем. Удаляем под основание. Вот слабенькая веточка. Видите, вот слабая ветка. Удаляем ее. Немножко расправляем, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют, как они себя ведут. Ведь освободившееся место должно быть занято равномерно, но не побегами. Вот слабый побег, мы его удалим. Заодно убираем из середины куста все поломанные отмершие веточки, которые там лежат. Этого быть не должно. Вычищаем все отмершие растительные остатки. Здесь, обратите внимание, вот старая веточка. И здесь же идет молодой красивый побег растущий. Убираем старую веточку. Вот здесь у основания. Здесь вот, обратите внимание, вот ветка перегнулась, ложится на землю. И вот эта слишком низко. И она очень длинная, очень большая. Настолько большая, что даже уже перебралась фактически к соседнему кусту. Мы их удаляем. К сожалению, один из вредителей смородины, смородинная стеклянница, она может поражать и крыжовник. И вот внутри побега отмершего мы видим такой вот ход этого насекомого, из-за чего веточка начала отмирать потихонечку, засыхать, и в конце концов засохла. Такие ветви, конечно, надо убирать в первую очередь. Убирать. И после того, как вы срезали, обрезали куст крыжовника, все растительные остатки необходимо сложить на кострище и сжечь. Благодаря этому личинки, которые там могут оставаться, они погибнут и не дадут. В следующий год потомство, которое будет вредить крыжовнику и смородине дальше. Слабая вот эта, вот она плохо развита. Удаляем. Лежащие на земле убираем. Это хорошая живая. Вот это вот. Видите, вот они даже из-за того, что им не хватало света, эти молодые побеги попросту быстренько засохли. Растение их само, можно сказать, отвергло. Понимаю, что нет смысла их держать дальше. Вырезаем загущающие побеги. Растущие внутрь веточки. Продолжаем убирать все отмершее ненужное. Иногда даже просто убрав больные, сухие, тонкие ветви, мы понимаем, что куст, в принципе, выглядит уже очень даже прилично. Здесь очень много ветвей. Нам нужно будет сделать выбор. Вырезать некоторые, оставив только самые подходящие. Те, которые располагаются в нужном направлении. Итак, эта ветка удаляется потому, что она заворачивается в центр кроны, закрывая свет всем остальным. Вот эта вот ветка довольно-таки старая, обратите внимание. Вот часть ее усохла. Вот. Здесь стеклянница. Побеги, которые она дает, возобновления, тут же засыхают. То есть эта ветка уже исчерпала свои возможности и должна быть удалена. Аккуратненько расправляем веточки, просматриваем кустик. Ну вот, видите, вот эта вот ветвь вроде относительно еще молода, но большая часть ее идет не в стороны, а именно в середину. А в середине есть свои побеги, которым она будет мешать. Поэтому ее мы удаляем. Удаляем аккуратненько. Обратите внимание, как быстро куст становится более прозрачным, более ажурным. И сейчас вы все лучше видите, кто кому мешает, кого еще можно удалить, кого оставить. А какие веточки просто, получив свободу, можно аккуратненько отогнуть, и они займут освободившееся место. Здесь еще можно немножечко удалить вот эту вот слабенькую. Можно удалить слабую ветку. Вот здесь вот трущуюся. Обратите внимание, вот эта вот очень слабенькая ветка, она, к сожалению, перекрещивается, мешает росту. Мы ее удаляем на ответвление и выбрасываем. Смотрим аккуратненько сверху. Обратите внимание, опять же, мы всего лишь убрали несколько веток, а насколько стало лучше. Убираем те веточки от ветвления, которые слишком длинные, перекрещиваются, трутся, заходят на середину кроны и имеют мало плодовых образований. Убираем их. Укорачивание. Для крыжовника тоже можно применять этот прием обрезки. Укорачивание слишком длинных ветвей. При этом обрезку мы проводим с переводом на боковую веточку. Благодаря этому ветка будет расти в ту сторону, которая вам нужна и не мешать другим своим соседкам. Более того, укороченные ветки, они более прочные, они уже не так сильно склоняются и более активно обрастают плодовыми образованиями, почечками, на которых будет заложен будущий урожай. Перекрещивающуюся веточку убираем. Здесь хорошая ветка, но она слишком длинная, заворачивается не туда, куда надо. Мы всего лишь выбираем подходящее в нужную для нас сторону боковое ответвление и переводим на него. Обратите внимание, очень длинная ветка мешает проходу, плюс она была потерта, когда очень сильно было здесь загущено, ветки терлись друг от друга, повреждена кора. Я думаю, вот эту вот веточку мы вполне можем удалить. Укорачиваем все длинные ветки, свисающие вниз. Видите, здесь представьте, что на всех этих веточках потом будут висеть ягоды и в конце концов крыжовник опять ляжет на пол. Конечно, под крыжовник мы ставим специальные опоры, но согласитесь, крыжовнику тоже нужно помочь. здесь, видите, ветка крыжовника пошла в сторону, легла на другую, запуталась. Такую веточку мы укорачиваем, убираем ее. Обращаем внимание здесь, смотрите, вот классическая ситуация, перекрещивающиеся ветки, лежащие друг на друге. Мы оставляем ту ветку, которая идет от центра к краю кроны. Те ветки, которые с ней перекрещиваются, то есть идут вот так по кругу, мы удаляем. Более того, мы можем сейчас посмотреть и удалить ее вот здесь. Аккуратненько разбираем путаницу. Так, здесь немножко поднимаем. Вообще-то вот эту ветку придется удалить. Смотрите, довольно-таки старая ветка, перекрещивающаяся. Вместо нее будет расти теперь вот эта. Вот эта так называемая ветка замещения. Она заместит вот эту. Проблема наших садов, да, особенно те, которые близко к лесу, это стеклянница. Это такая симпатичная мушка-бабочка с прозрачными крылышками, личинка которой питается вот нашими смородиной и кружевниками. Как и при обрезке плодовых деревьев, мы обрезкой кустарников тоже можем перенаправлять рост веток в нужную для нас сторону, просто срезая на то ответвление, которое идет туда, куда нам надо. Вот как в этом случае. Мы срезали на почку, которая идет в этот сектор. Здесь идет вот этот молодой побег. В дальнейшем он разовьется, и в следующем году займет вот эта вот площадь и даст хороший урожай. Сейчас мы немножко расправим. Здесь у нас хорошая плодоносящая веточка, но она трется вот с этой. Мы ее аккуратненько укоротим на ростовую почку, чтобы почки могли расти в ту сторону, где пока есть свободное пространство. После того, как вы обрезали свой куст, ну или считаете, что на данный момент обрезали, пожалуйста, остановитесь, посмотрите на него опять же сверху. Все ли вы сделали? Все ли больные поломанные ветки вы вырезали? Везде ли они растут так, как они должны расти? Или вот как здесь, видите, они перекрещиваются? Здесь можно вот эту веточку удалить. Благодаря грамотной обрезке крыжовник может жить более 25 лет, принося ежегодно хороший урожай красивых, здоровых ягод и не доставляя вам хлопот во время ухода и уборки урожая. После того, как вы закончили обрезку крыжовника, его необходимо последний раз уже перед уходом на зиму полить, если у вас осень выдалась засушливой, и обязательно замульчировать корневую систему. Дело в том, что у крыжовника, у смородины корневая система довольно-таки поверхностная, как у всех кустарников. Более того, со временем она как будто поднимается вверх, постепенно выпирая куст наружу. Поэтому мульчирование крыжовника, смородины черной, красной, желтой, идет им только на пользу, укрывая корневую систему и создавая в будущем хваду хорошие условия для роста, питания и развития. Признаком того, что вы сделали обрезку правильно, является тот признак, что вы можете спокойно ввести руку в центр куста, туда, куда вам надо, и при этом не поцарапавшись. Теперь ваш куст выглядит ожогным и прозрачным. Те побеги, которые вы оставили, вот побеги возобновления, получили свободу для роста и развития. И буквально через год они станут хорошими плодоносящими ветками и дадут урожай. Кстати, перед зимовкой не забудьте обработать свои кусты смородиной хорошим раствором бордовской жидкости трехпроцентной или медного купороса или хлорокиси меди для того, чтобы убрать те споры возбудителей болезней, которые осели за перет вегетации у них на коре. Ведь не секрет, что многие болезни зимуют именно на побегах. Особенно это касается мучнистой расы крыжовника. Искореняющая обработка поможет сохранить здоровье вашего крыжовника надолго. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. Процветания вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал Процветок и смотрите наши новые сюжеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова